В комиссии рассмотрено. Правительство Чувашии рассмотрело сегодня ряд документов, касающихся выполнения социальных программ. Речь шла о паспортах госпрограмм в различных областях и сферах, начиная от физической культуры и спорта и заканчивая борьбой с коррупцией. Кроме того, предложено внести изменения в некоторые действующие законы Чувашской республики. Подробнее в нашем сюжете. В частности, Минюст намерен привести наш закон в соответствии с российским и увеличить количество граждан, которые могут получать бесплатную юридическую помощь. Таким образом, право на получение бесплатной юридической помощи возникает у лиц, желающих принять на воспитание свою семью ребенка, оставшихся без попечения родителей по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание семью, а также у усыновителей по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов у сановленных детей. Кроме того, в законопроект вводятся дополнительные категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи. Это вдовы, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, многодетные семьи, имеющие трех или более совместно проживающих несовершеннолетних детей, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. В соответствии с данным законопроектом предполагается, что право на бесплатную юридическую помощь в Вашей Республике возникнет примерно у 35 тысяч граждан. Минприроды вышло с предложением увековечить память известного агрария председателя колхоза «Леинская искра» Аркадия Айдака и присвоить его имя особо охраняемой природной территорией республиканского значения «Этноприродный парк Очаки». Минздравсоцразвития предлагает установить прожиточный минимум для пенсионеров в размере 5413 рублей. Увеличить господдержку сотрудникам своей отрасли готов именно сельхоз. Речь идет о возмещении части затрат сельхозтоваропроизводителей, производящих свинину, мясо птицы и яйца, в связи с удорожанием кормов. Средняя ставка субсидий за счет бюджетных средств на 10 штук и составит 2 рубля 90 копеек, на одну тонну живого мяса птицы 4124 рубля, на одну тонну живого вес свиней 10479 рублей. На возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей из федерального бюджета предусмотрено в Чувашской республике 100 миллионов 700 тысяч рублей за счет республиканского бюджета 5 миллионов 300 тысяч рублей. Итого 106 миллионов рублей мы будем перечислять сельхозтоваропроизводителям. Сейчас проект постановления по распределению средств из федерального бюджета в ближайшее время вынес на правительство Российской Федерации. И как только будет принято, мы заключим дополнительное соглашение и заведемся сельхозтоваропроизводителям. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.